Тема дня продолжается. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, мы работаем в прямом эфире по номеру 8 918 126 тысяч. Вы можете прислать свой вопрос прямо сейчас. Его нам прислала Алина, наша телезрительница. И вот о чем она спрашивает по поводу оплаты питания в школе на расчетный счет. У них такого нет. И платит за питание ребенка, но ребенок всегда ссылается на то, что не всегда бывает вкусно. Как сделать так, чтобы было вкусно для детей, Наталья Ивановна? Это вам вопрос. Начнем с того, что с 1 января у нас поменялась социальная поддержка, которая оказывается... Только в Краснодаре пока, да? Только в Краснодаре, да. Каждому ребенку, который питается в школьной столовой. Если он пропитался, то возврат денег этой социальной поддержки будет возвращен родителю, как в садиках, на расчетный счет. То есть, если ваш ребенок питался в школьной столовой, и об этом будут обязательно талоны, которые у нас будут, родителю возвратится эта сумма. Единственное, что городская дума, наверное, все-таки будет рассматривать вопрос о том, чтобы компенсацию, которую, социальную поддержку, которую получают родители, возмещалась родителю не через 3 месяца, а через месяц. Через раз в квартал, как сейчас. Да, не раз в квартал, а через месяц. Потому что и ко мне обращались многодетные мамочки. Все-таки это большая сумма, которая компенсация, которая для тех, кто питается. Поэтому на заседании думы в феврале месяце, наверное, будет этот вопрос вынесен опять повторно, и мы изменим немножко это положение. Городская дума, наверное, поддержит все-таки этот вариант. А о том, чтобы ребенок питался вкусно, я все-таки приглашаю. Заходите на школьные пищеблоки, мы приглашаем всех, давайте попробуем, а потом будем разговаривать, вкусно это или невкусно. Перед рекламой вы несколько слов сказали про такую схему, которая называется свободный стол. Я знаю, что это ваше нововведение. Подробнее можете вам сказать, что это? Вы знаете, это нововведение на комбинате школьного питания уже существует с 2008 года. Это не прошлый год. Не сейчас придумали, да? Это не сейчас придумали. Мы постепенно переводим все школы на это питание. В чем заключается смысл? Из трех комплексов состоит обед школьника. Он может прийти, там может быть рыба, мясо, птицы, мясо, говядины, допустим, творожное изделие или из яйца что-нибудь приготовленное. Ребенок может выбрать сегодня один комплекс. Это три гарнира, это салаты, три салата. То есть ребенок может выбрать по стоимости, а стоимость в одном. По желанию же, правильно? Ему что-то хочется? Да, он подходит к раздаче и показывает, что он бы хотел скушать. Когда ребенок выбирает, он уже несет ответственность за то, что он сам выбрал. Поэтому дети стали лучше кушать. То есть это психологический момент, получается, не навязывают, а выбирают сам? Да. И самый главный вопрос, от которого мы ушли, это холодные блюда. Понимаете, когда мы производили накрытие, а, к сожалению, у нас школы города Краснодара переполнены немножко. Когда мы производили накрытие за 20 минут, ребенок приходил, это, естественно, уже было остывшее. Сейчас это стоит все на раздаче. Ребенок взял, на столе стоит хлеб, напитки стоят. Он берет салатик, он берет основное блюдо, гарнир берет, идет садиться и кушает. Поэтому это уже температурный режим соблюдается. И, естественно, дети уже более довольны этим. Светлана Павловна, как вы думаете, вот система шведский, там, свободный стол, насколько будет контролирующими ведомствами разрешена? Сейчас она уже обозначена в новых санпинах? Нет. Пока ее нет. Эта тема не обозначена. Почему? Потому что разработка перспективных меню согласовывается ежедневно. То есть возникает тогда вопрос о калорийности продукции. То есть либо это будет ее избыток, ребенок будет есть одно и то же каждый день. Это, наверное, тоже не совсем правильно. А если блюдо циклично меняется, как говорит Наталья Ивановна, допустим, там в понедельник, повторяются, как часто они у вас? В санпине сказано, что блюда, которые подаются сегодня, они могут меняться только через два дня. То есть если мы дали картофельное пюре, то только через два дня мы можем его повторить. Да. Поэтому, конечно, здесь разработано цикличное меню. У нас это цикличное меню разработано на 21 день. И, естественно, мы соблюдаем эти нормы. То есть мы берем продукты и блюда, которые именно в цикличном меню. Ну и для меня, честно говоря, знаете, важен вопрос. Да, может быть, где-то кто-то, как бы сказать, как Светлана Павловна говорит, не добирает калории, кто-то перебирает. Но мы просчитывали это все. Мы выходили на то, чтобы это было уравновешено. И я не думаю, что когда мы наблюдали за этим, когда мы вводили этот... Вы знаете, дети не повторяют каждый день одно и то же. Они хотят что-то попробовать. И самое главное, мы над этим долго работали. Конечно, можно задать вопрос, как родители мне многие задают. А как же получается, что вот, допустим, мы, когда идет перемена, мы накрыли по 30%. То есть сегодня, допустим, печень 30% составляет, мясо 30% и там какое-то блюдо еще 30%. Мы работали над этим очень долго, потому что мы понимали, что кто-то пришел первым, выбрал самое лучшее, то, что им нравится. А нравится им в большинстве своем сосиска. Вот у меня с ней дочери досталась котлета. Да. Она хотела салат. Значит, мы с учителями, проработав это, очень долго над этим бились, мы приняли такое решение. Учителя приводят класс, который идет сегодня кушать. Сегодня кушают первыми, девочки выбирают, они выбирают, что хотят. Вторыми идут мальчики. За следующий день идут мальчики первыми. Понимаете? Да, это больше. Но для меня, как профессионала, знаете, мне важно, чтобы ребенок покушал. Ну и с другой стороны, у вас получается сразу же обратный эффект. То есть вы знаете, что больше выбирают, вы сможете потом больше это сделать. Или нет? Ну, через два дня. Да, но я имею в виду через два дня хотя бы. И цикличное меню составлено с таким смыслом, чтобы ребенок по калорийности получил все. То бишь, это должны быть, мы должны обязательно дать мясо один раз в неделю, мы должны дать птицу, мы должны дать рыбу, творог, яйцо, понимаете, и молочные продукты. Это, вот мы расписали так цикличное меню, чтобы все это присутствовало в рационе ребенка. А Роспотребнадзор как это контролирует? Мы каждый месяц сдаем. У нас программа производственного контроля существует в каждом комбинате школьного питания, который включает в себя лабораторные исследования пищевых продуктов, сырья, воды. И мы просчитываем калорийность. Всех готовых блюд, и плюс идет отбор, как мы их называем, наших любимых проб, о которых мы говорили, да, перед эфиром. Этот контроль ежедневно проводится в ежедневном режиме любого комбината школьного питания. Поступают к вам обращения, например, от родителей, или что может стать причиной проверки Роспотребнадзора внеплановой, скажем так? Да. Причиной возникновения внеплановой проверки согласование, она подлежит согласованию с органами прокуратуры, это однозначно, потому что в рамках 274 закона мы не имеем права выйти, когда нам захочется и куда нам захочется. Поэтому основанием может быть как обращение гражданина, так и информация, которая поступает из органов местного самоуправления, если она содержит факты о нарушениях, которые являются угрозой жизни и здоровья детей. Да, обращения такие есть, мы над ними работаем. У нас за прошлый год было порядка 10 таких согласованных проверок с прокуратурой. Где-то факты подтверждались, где-то не подтверждались. Единственное, что хочу сказать, что не все граждане, которые пишут обращения, четко понимают, что они хотят, потому что есть такая смесь в обращении, совершенно непонятно, что они хотят. И большей частью, конечно, вопросы финансовые, да, возникают вопросы, что где-то кормят. Но качество питания были, но они, как правило, порядка того, что лабораторный контроль ведется. Формат косовщины, да, нравится-не нравится. Да, нравится-не нравится, вот в этом формате. У нас же другие критерии оценки нравятся. У нас должно быть безопасно. У вас четкость, у вас факты, лабораторные исследования. Да, нам нужно избежать групповых заболеваний, сакционных и так далее, и тому подобное. Поэтому у нас четко критерии разработаны, от которых отступать мы не имеем права вообще. Поэтому мы не делаем. Антель Ивановна, знаете, о чем хочу спросить? О привлечении, у нас просто с нового года краснодарские школы не будут платить за накрытие, как вот отдельно мы платили. Они будут за счет собственных, получается, средств или... Это в бюджете заложены средства. Школы, получается, или города. Это в бюджете города, для школы, заложены, да. Так вот, хочу пояснить. Получается, что теперь либо работники столовой будут накрывать, либо иногда привлекаются ученики. Можете нам пояснить, какие есть нормы? Нет, работники столовой не будут накрывать. Не будут накрывать. Так, уже понятнее. Значит, городская дума приняла такое решение о том, что из бюджета будут выделяться деньги, и школа будет нанимать этих сотрудников. На компенсацию, получается, расходов школы? Почему? Это в зарплате. А, это в зарплате. В бюджете школы будут заложены. Прописано. Да. Значит, на 750 человек, один человек будет питающихся, который может заниматься именно и накрытием, и уборкой зала. Вот почему тоже шведский стол этот, который, знаете, он чем хорош? Раньше накрывали все, и получалось, что это долгое время все остывает и все прочее. Сейчас ребенок, питаясь по этому шведскому столу, он берет сам. И у нас на накрытие уходит немножко времени, это напиток и хлеб. А вот уборка уже после детей, это уже организовано. То, что я прочитала в новом Санпене, который сейчас будет разрабатываться, там четко, хотя и раньше было прописано, что можно производить накрытие силами учеников. Привлекать детей. Да. Сейчас там более четко написано, если его примут, то, конечно, это будет неплохо, что дети после 12 лет могут заниматься, могут привлекаться к накрытию столов после осмотра врачом детей. То есть это не должно быть ни гнанечковых заболеваний, никаких ОРВИ, никаких все прочее. При том, что у нас, например, на пищеблоке ведется журнал здоровья. Осмотра каждодневно, когда повар приходит на работу, его осматривает за производством, либо медсестра, и заносит в журнал. Все замечания, которые есть, допустим, что руки у него чистые, что он не заболел какой-то болезнью, не чихает, да, что у него там, кстати, про перчатки уже прописано, что теперь в перчатках должны работать. Хочу прямо спросить сейчас, что там еще интересного прогресса. Вот, и теперь врач, либо медицинский работник обязательно будут такой вести журнал по детям, которые будут привлекаться к накрытию. Как думает Роспотребнадзор по этому поводу? Сложно ли будут контролировать? Сложно. В том плане, что обеспечение медицинское наших общеобразовательных учреждений сейчас, скажем так, немножко проблематично. В том плане, что если ранее, как мы уже разговаривали по этому поводу, и врач был, и медицинская сестра. Сейчас эти вопросы четко разграничены между медицинской организацией, с которой заключен двусторонний договор, и образовательным учреждением. И выполняет функции каждый в рамках только своего договора, то есть в рамках своих лицензионных требований. Медики, медицинское обеспечение, образовательное, свою функцию. Еще третья сторона, организатор питания, которая старается, видимо, так, брать на себя функции тех и других. Но что касается детей, то выполнять пункт этого СНПИНа можно будет только тогда, когда у нас будет четкое медицинское обеспечение. То есть, как говорит врач. А врачей... То есть каждой школе нужен медработник. Да, нужен не только медицинский работник, но, как говорит СНПИН, врач. Человек, который может поставить диагноз. Да, в нашей ситуации сейчас это проблематично. Да, это будет сложно. То есть у нас получается... Вот еще вопрос пришел, прошу прощения. Мы проживаем в Хадыжинске, у нас в столовой не дают ни творог, ни рыбу. Как нам быть, к кому обратиться? Светлана Павловна, как вы думаете? Я думаю, что это может стать поводом для обращения. Обращайтесь в прокуратуру или к вам? Это не имеет значения. То есть в любом случае, если есть угроза жизни, мы будем согласовывать с прокуратурой. Это уже на усмотрение того, кто хочет. Куда ему удобнее обратиться, я так считаю. Далья Ивановна, почему вы так уднулись хитро? Потому что, к сожалению, наши дети не приучены кушать рыбу. Не приучены кушать творог. И когда у нас... Почему мы вот и разграничиваем, понимаете? Просто есть дети, которые на дух не переносят это. А я опять-таки повторюсь и скажу, что мне важно, чтобы ребенок покушал. Понимаете? Ну, не хотят, не приучены они кушать эти продукты. Печень, рыба, творог. Это для нас вещи, которые нужно уговаривать. Ну, это у каждого человека по-разному уже, правильно? Может быть, семьи у него не так привыкли готовить. Или вообще не хотят готовить эту рыбу. Ну, мы пробуем всякие варианты с рыбой. Либо это будет рыба под маринадом, либо это будет рыба жареная. В детском саду ее прячут под типа кляра, да? Потому что дети, когда видят рыбу, не едят. Но они запекают в духовке. Либо это будет, допустим, котлета рыбная. Как-то... Когда мы смотрим, что у нас идет рыба, и детям больше всего нравится пюре, конечно, мы стараемся в первую очередь соединить совместимое. Спасибо вам большое, что смогли к нам сегодня прийти, потому что очень важные вопросы по детскому питанию в школах. Я думаю, что мы еще не раз вас пригласим. Это тема дня.